мне кажется 15 минут я превращусь в бородинский хлебушек поэтому предлагаю переместиться в более холодное место я вернусь мы в дубае сегодня я буду делать обзор на самое большое сооружение в мире и это я говорю не про бурж халифу которая находится сзади меня я прибыл в это жаркое местечко чтобы показать вам что такое крытый горнолыжный комплекс ски дубай перед нами какие-то кафешки много спортивных магазинов и сразу через стену стеклянную начинается ски дубай там уже какие-то идут развлечения то есть можно подойти а мы уже можем видеть и он там сверху подъемники сколько человек по два человека ну то есть подъем не на каждом подъемники люди они там там пропустили один примерно представьте какого размера этот торговый центр должен быть если вот за этой стеной самый большой крытый горнолыжный склон в мире то каких размеров здесь вообще этот молд только что стало понятно это пингвины люди пошли на пингвины посмотри час мы приблизимся к ним вон они пингвинчики боже мой ледяная горка и в принципе больше ничего вон поехали люди кайфуют балдеют ну в принципе у нас сибири зимой такие ледяные горки даже побольше раза в три имеются в каждом дворе мне кажется здесь можно прийти один раз заблудиться на неделю не вылезая развлекаться жрать играть кататься я не удивлюсь что здесь какие-нибудь еще мини отели есть для тех кому впадло ехать домой они остаются здесь и дальше шопятся мы сейчас находимся в пустыне за окном плюс 40 градусов а здесь у меня за спиной огромное количество снега как вообще человечество в своем прогрессе улетела в такую стратосферу что мы можем себе позволить прокатиться на сноуборде в данный момент вот здесь когда за окном пустыня это место называется ски дубай находится она в торговом центре мы сейчас посмотрим что там происходит вокруг меня 23000 квадратных метров снега просто охереть вы нас мозга у нас с вами основной склон вот этот сверху досюда сколько здесь метров мне кажется метров 150 и потом он раздваивается на два склона налево и направо на два спуска все просматривается с середины хочу провести самое важное сравнение между снежком и ски дубай это длина трассы здесь длина трассы 400 метров снежком и 345 кто-то тут крутит кульбиты уже на заднем плане и я по чесноку скажу 345 метров против 400 метров но не сильно ощущается мне даже в снежком и больше нравится трасса вот которая конечно середина она такая широкая и пологая то есть там можно трюки делать налегке новичкам ну просто идеально я сильно дубасить не буду но просто буду ехать спокойно спокойном ритме посмотрим сколько это займет времени у нас мне кажется это пролетит как вспышка честно говоря промелькнула просто неистово быстро секунд по моим ощущением секунд 15 но это склон 400 метров подобные склоны в подмосковье у нас есть так что примерно плюс-минус то же самое но зато это склон в пустыне на входе есть стойка информации есть место где можно покормить оленей touch free for activate первое что нам нужно это купить входной билет покупаем входной билет потом идем смотреть что нам дадут по аренде снаряжения мы пришли абсолютно с голыми задницами сюда и самое главное сейчас будем сравнивать цены что у нас было в снежкоме и что у нас есть здесь короче пингвинов нельзя снимать только что сняли денежки с моей карты я был ну не сказать что прям очень приятно удивлен но надеюсь нас скидуба не разочарует мы взяли пакет на целый день который стоит 410 верхам там нет такого 35 часов либо на два часа либо на целый день на одного человека катание целый день скидуба и стоит 7500 рублей по курсу ну там 64 рубля за доллар что в это входит полное все обмундирование какие-то плюшки мы сейчас пойдем за перчатками за подогреванием рук есть горячий шоколад можно посмотреть на пингвинов покормить снежками на пять часов катания выходного дня цена 3200 плюс обмундирование 800 и получается цена 4000 рублей сейчас сказали получать надо перчатки идти мне кажется что нам выдадут одноразовые перчатки мы сможем их забрать с собой да все можно забрать домой вау скидубай на память друзья разыгрываем перчатки скидубай такой бразенд разыгрываем или нет кому это ну все равно прикольно да хотя какая-то частичка у вас будет тоже нормальные перчатки новые ну один раз всего лишь поношу постираем и все как новенькие считаете первый раз вижу телеги для перевозки снаряги вот это настолько надо быть ленивым на релексе расслабленным все мы попали в основную на основную площадку где нам выдают снаряжение вот здесь и где-то проход уже в саамский дубай самое интересное насколько паршивым будет здесь снаряга вот я не знаю сейчас будем это проверять возможно полное дно а может быть нам дадут например новенькую щепку бертона да отлично было бы понимаете бы iphone 14 про здесь вот презентация была 5 минут назад люди всего лишь хотят покататься на сноуборде или на лыжах в этот жаркий денек мне кажется это для людей местных это развлечение как вот для нас съездить в турцию по загорать а для них наоборот скидубай залететь охладиться 20 минут стояли в очереди чтобы получить снарягу у меня плохие новости для вас ребята сожалению новеньких бертонов здесь нет прямиком из будущего россиньол 2008 года с невероятно мощными креплениями если они выжили до 2022 года значит это реально стоящая модель друзья новенькие модельки россиньольчиков немножечко они пошоркались с 2008 года то все-таки ну хотя бы швы не разошлись да ну ладно зато одежда чистая не вонючая проверим может это не точно люди которые первый раз стоят на сноуборд скидубай я могу только посочувствовать представляю вашему вниманию новую коллекцию в дубайском горнолыжем комплексе стильный элегантный сексуальный одежда конечно здесь оставляет желать лучшего но самое главное она чистая если бы провозились археологические раскопки с сноубординге в горнолыжном спорте то нашли бы именно вот эту модель ботинок потому что я туда впихнул ногу и почувствовал такой десятилетней давности ощущения но я даже ну короче ощущения странные но посмотрите вот эти доски это россиньол я не знаю какого это года возможно они новые на самом деле но по факту судя по внешнему виду это прям древняя модель в принципе во всех прокатах во всем мире очень часто это можно встретить самые базовые сноуборды лыжи вот прям самые дешманские которые есть самые дешманские крепления ну-ка естественно ботинком просто уже финиш то есть но в них нереально кататься то есть они даже хуже чем кроссовки себя ведут никакой фиксации ноги но такова реальность я думал здесь хотя бы нам дадут выбор взять что-нибудь поновее посвежее выбора не дали просто что было то есть в руки вам пихнули все и иди декататься стартуем на склон на эскалаторе просто не зря мы шторгом центре находимся и и охренеть охренеть жесть вообще посмотри какой здоровый склон какая комфортная температура вот просто минус 3 мне кажется минус 4 ощущается прям вот как ну морозный снег причем снег сам как песок потому что искусственный снег не настоящий но я уже отсюда вижу кондиция склона просто охерительная очень большое количество людей уже сегодня прокатилась при этом склон довольно ровный его не ратрач или удивительно да то есть но я сейчас визуально вижу в целом неплохо один кресельный подъемник я вижу один бугельный подъемник больше ничего нет очередь не супер большая оказывается ски дубай сноу парк это место где ты можешь посмотреть на пингвинов спуститься по каким-то ледяным горкам и здесь нет абсолютно не рейлов не трамплинов это круглогодичный блин горнолыжный склон как можно что там строить это должно быть полный фейл полная дичь sorry guy can you speak english do you know here is somewhere a snow park with jeep features and kickers yes for snowboards for freestyle skiing kickers yes after one week after one week yeah but not right now they will change the shape they change the shapes okay and you just riding here today ok мы попали ски дубай именно в тот момент когда это прекрасное сооружение решила поменять все джип фигуры но туда оль надо прикладывать ты не паникуй оля успела уже потерять сноуборд на входе просто где-то его оставила и начала и ну и потом говорит у меня нет сноуборда у меня его украли да в дубае очень часто воруют сноуборды имеете ввиду на самом деле они все похожи все одинаковые супер лютое чп непонятно с одной стороны с другой стороны пускают людей не пускают людей куда они их садят куда он сейчас идет вообще а мы как сядем ну я упал парень чего выжил идет назад я отвечаю на сто процентов ожидал что какая-то дрянь произойдет там люди которые работают они абсолютно не понимают они не вдупляют там несколько проходов три прохода на один подъемник это как вообще надо было додуматься сделать такое я не понимаю люди втроем из разных щелей щемятся в разные моменты непонятно когда ему надо идти чувак к нам начал подходить мы стоим ждем пытаемся сесть чувак начал к нам сзади пытаться сесть на подъемник что это вообще а все стоят да давай быстрее ну десять минут стояли а очередь супер маленькая загружают не все кабинки мы ездим вдвоем там втроем там спереди по двое вообще людей пускали есть два склона слева и справа там склон для новичков и вероятнее всего кто-то даже прыгает ухты склон то маленький вот кафе кстати которым можно погреться ребята туда бурится и мы уезжаем на самый верх ребятушки я сейчас практически доехал до самого верха скажу честно если большое отличие со снежкомом абсолютно ни хрена ни хри на реалити шоу ольга владимировна и сход с подъемника ваши ставки получится ли у нее устоять там препятствие ольга я считаю надо препятствия как кегли просто разбивать чья школа вообще девочки стабильность успех red джип рейлз тиреин парк рейлз и все это должно было быть вот здесь давайте сравним со снежкомом насколько вот здесь место подходящие на самом деле уклон слишком сильный пространство небольшое тебя будет ускорять постоянно и по сути если сравнивать парк снежкоме и парк который гипотетически был бы здесь они по размерам одинаковые вопрос фигур но я сколько раз появлялся парк из снежкоме мне там нравились что есть фигуры попроще по крайней мере не последнее время появились для новичков ну и разнообразие хотя бы трамплин ребята поставили что реально очень круто я к чему это все веду у меня на самом деле сердечко она немножко вздрогнула потому что я понял какую птичку мы потеряли с вами все что мы думаем там за границами какое-то нереальное сверхъестественное самый большой типоски горнолыжный курорта блин он такой же как снежком по размеру у нас не хуже был парк у нас единственная с чем была проблема это со снегом со снегом потому что здесь покрытие намного круче все что касается снижения все что касается охлаждения здесь на высшем уровне середина дня ну выходной сегодня и я понимаю что можно прям карвить вообще легко на нормальной доске ничего не раздрочено льда вообще нигде нет но это восторг вообще тотальный восторг охренеть ничего себе я просто не могу управлять доской она просто не управляемая просто не едет я понял посмотри на крепление как они установлены как только я начинаю давить на задний кант у меня просто все впивается в снег ну и разучился кататься друзья одно из двух реально это алексей самоделкин сегодня передача ски дубай как отремонтировать уже хороший качественный сноуборд который вам выдали в прокате вообще во всех прокатах но таких массовых очень часто встречается такая система крепления типа она очень быстрая вставил ну типа вставил руками прикрутил руками все можно пальцами настроить то же самое здесь закрыл очки открывая пяточную дубу внутрь засовываю все она теперь ну пятка не торчит я надеюсь я надеюсь что это хотя бы чуть-чуть облегчит мое катание четко мы уже сделали вывод короче как регулировать это движение самим надо подсказывать ребятам как здесь что делать потому что они они даже сами как будто не катаются ни на сноубордни не на лыжах они просто такие а что происходит кто-то убрался я прям не удивлен что сейчас кто-то валяется без сознанки ноет и кричит вон там и там много народу потому что здесь люди настолько бешено катаются прыгают что-то на всех ходах они вообще абсолютно нихера не умеют делать вот такой вот результат и реально людей много посмотрите на склоне то людей ну нормально он там прям стоит много вот ага ну все хорошо вроде не смертельно но она по крайней мере нет не кортится от боли не и при смерти еще пока находится но возможно нога сломанная уровень многих райдеров здесь довольно неплох то есть и какой-то фристайл что-то делают довольно уверенно на скорости едут есть отморозки которые вообще просто херачат вперед принципе как и на любой горнолыжки здесь спасает только одно снег нет не так сильно скользит как зимой а здесь он рассыпчатый но про что он искусственный ой-ой-ой просто заднего конта пацан поймал жив целый орел то есть вопросы есть к бешеным райдером которые здесь любят погонять да история короче с креплением не поправилась ситуация но я не теряю надежды друзья посмотрите на это ноу-хау что творится на этом подъемнике особенно на этом повороте тотальная разминка ягодиц я считаю там так вот все прожимает но я не готов испытывать это сегодня скажу вам честно кстати у нас пришли наши новые маски наконец-то они уже в москве можно заказать то не знает уже четвертый сезон в этих масках я катаюсь для новая линза по ссылочке в описании к видео там все можете посмотреть а есть прикольные такие штуки чтобы погреться за чуть больше часа мы скатились ровно два раза хотя мы немного снимали там какие-то подсъемки но небольшие промежуточные были недоумение нахожусь почему так происходит но на самом деле догадываюсь подъемник постоянно останавливается садят неполное количество людей из-за этого но очередь очень медленно идет такой вот минус надо приходить в будние дни выходные может быть только с утра или вечером максимально хз но по сравнению с роза хутор друзья мои в январе это каком-нибудь а или в феврале у вообще лафа сколько у меня не было сноуборда ёбаросатэ месяцев пять или четыре я так кайпанул меня сначала настроения не было потому что все очереди какие-то ну прям вот какая-то ну что-то прям не нравится дорого все это вышло мы ошиблись со сноуборком очередь мы отстояли очень долго там еще на жаре сегодня там мочу снимали я прям вообще расстроился один раз стоило мне съехать на сноуборник у меня просто дофамин эндорфин и меня так вообще начало переть не так кайфово сразу стало до поднимаем тени сладам приз так упираемся в левую ножку едем прямо красавчики все просто дина полет орла сделала такая хорошо что не взлетел это нормально ты молодец вина вообще просто красавчик олечка стандарт качества вообще да внутри года как бы нужно уже вот давай представим вот на заднем канте ты стоишь мы сделали уже один спуск у нас еще есть два спуска чтобы кучиться пьет пара надави сильнее. Нам нужно подытожить, что из себя представляет все-таки Скидубай, насколько это сопоставимо со Снежковым, который у нас есть в России. Первое, длина склона здесь 400 метров, в Снежкоме 365 или 345. В целом не сильно ощущается то, что там склон там короче или длиннее. Второе, нет сноупарка, к сожалению. Мы прошляпили этот момент, но насколько я знаю, здесь в целом неплохо. Причем парк в Снежкоме не уступает. 1-1 точно у нас есть. Плюс кондиция снега. Здесь она прекрасная. Конец дня, адское количество людей уже здесь успело покататься сегодня. Склон просто великолепный, льда нету практически нигде. Везде Снежок плотненький, кайфовый. Можно кататься, прыгать, карвить. Вот новичкам учиться, что хотите. Касаемо подъемников. Кресельный подъемник гуд, но останавливается слишком часто. Бугельный подъемник, но совсем как бы простенький. А если сравнивать со Снежковым, примерно плюс-минус одно и то же. Там тоже есть кресельный. Был кресельный, был бугельный, кайфовый на двух людей. Прокаты одинаковые, что там шляпа, что тут шляпа. Ужас вообще тотальный. Если вы хотите разлюбить сноубординг, то берите в прокат. Сноуборд и одежду, и ботинки все здесь. Мне кажется, мы просрали с вами просто невероятную штукенцию, которая была в Москве. Насколько я знаю, Снежком закрыли. Не знаю, могли бы мы на это повлиять или нет, но в итоге чувствую, что мы вообще-то делали очень хороший уровень. Единственный минус, самый главный в Снежкоме, это надо было, конечно, менять охладительные вот эти генераторы, чтобы снег был всегда кайфовый, потому что летом там уже лужи текли, там черный снег был и так далее. Но никто уже не узнает, можно ли было это переделать или нет. Мы имеем то, что имеем. Будем вспоминать, добрым словом, что было в Снежкоме. Многие открывали там сезон. Сейчас на дворе у нас октябрь, начало октября я в Дубае открыл здесь сезон. В общем, не время унывать, в России всегда будет снег, всегда будет кайф. Любите сноубординг, вот что я хотел сказать. Все, всем пока, всем счастливо. Оль, что больше всего понравилось сегодня? Перчатки подарили. Перчатки подарили? Ну подарили, ну практически подарили. Я просто 240 долларов заплатил. Подарили.